ПЕСНЯ ПЕСНЯ Совет регионального отделения политической партии ветеранов России в городе Севастополь обращается к севастопольцам, гражданам России, к гражданам Союза Советских Социалистических Республик. 8 сентября 2019 года на территории всей России пройдут выборы, законодательные органы власти. Севастополь не исключение. В 2014 году, после того, как Севастополь вошел в законодательное поле Российской Федерации, мы впервые приняли в России участие в выборах в законодательное собрание. И на почве эйфории были избраны 24 депутата, 22 которых были избраны от Единой России со своей программой, которую они не выполнили. Но мы не собираемся сегодня обсуждать, выполненные задачи ими или нет. Мы хотим обратиться к вам, в Севастопольце. Мы просим вас прийти на выборы, отдать свой голос, за кого вы считаете нужным. Мы не призываем вас, чтобы вы отдали кому-то предпочтение. Мы просим вас прийти и сделать то, что вы считаете нужным. Основываясь или опираясь на совесть, на справедливость, на чувство собственного достоинства, мы призываем вас помочь нам, помочь себе, помочь нам всем вместе. Мы хотим поставить на нужные рельсы направление наш поезд Севастополь, чтобы мы могли восстановить город, который за 5 лет мы уже потеряли фактически. Мы потеряли то, что городом управляют, приезжих местных нет. Мы потеряли то, что даже общественное мнение о Севастополе и о севастопольцах высказывают люди, которые к Севастополю не имеют никакого отношения, за исключением того, что они на сегодняшний день находятся у нас в гостях. Случилось так, что гости нашего города сегодня управляют городом. Это временные люди. Вследний день их есть, естественно, их порядочные, нормальные люди. Но, к сожалению, пока все с точностью наоборот. Мы призываем вас обернуться назад и посмотреть, что за вашей спиной стоят ваши семьи, ваши дети, внуки, ваши родители. Та незащищенная сторона населения, которые не могут за себя постоять. Мы просим вас понять одно, что та бюллетень, которая предназначена для вас, это в первую очередь и акция, которую вы должны вложить. На ближайшие пять лет. Все будет зависеть от того, как вы ее вложите. Вложите удачно, значит город будет развиваться. Значит, социальный уровень жизни населения города Севастополя возрастет. У нас появятся новые школы, появятся детские садики, появится работа. Появится смысл жизни. Улыбки у многих восстановятся. Наши дети не будут переживать и видеть то, что они сегодня видят, как унижают их родители. Будем уезжать из города или все-таки пойдем на выборы, выберем тех людей, достойных кандидатов и обеспечим себе в последующие пять лет достойную жизнь. Или просто никуда не пойдем, будем сидеть на диване и говорить, как все плохо. Очень важно пойти именно на эти выборы. Очень важно прийти и проголосовать. Потому что от того, как мы будем жить в следующие пять лет, зависит наш выбор. Кого мы выберем. Ведь не секрет, что за эти пять лет, которые мы прошли, мы уже поняли. Мы уже поняли, что за тех людей, которые находятся, особенно в партии «Единая Россия», голосовать не нужно. Это нетрадиционные различные их методы борьбы с народом. Пенсионная реформа, НДС 20%. Это повышение цен на все абсолютно, начиная с топлива и заканчивая хлебом. Придите на выборы, севастопольцы, и проголосуйте. И тогда мы сможем, во-первых, мы увидим, что активность большая будет. А во-вторых, мы сможем тогда проявлять какую-то активность тоже, как партия. И тогда уже мы сможем что-то реальное сделать. Хотим обратить ваше внимание, что мы не призываем вас. Мы просим лишь обратить вас внимание на то, что действительно происходит. Мы просим вас подойти к этому вопросу более серьезно, как никогда. Мы более просим вас, чтобы вы подошли более ответственно к этому вопросу. Не верьте тому, кто говорит, что за вас все решили. Это говорит всегда слабый. Для того, чтобы вас и нас всех отстранить от участия в каких-либо действиях, в каких-либо движениях. Вы не слушайте тех, кто говорит, что ошибок делает, не делает тот, кто ничего не делает. Это тоже ложь. Ошибку делает хотя бы из-за того, что он ничего не делает. Потому что он является соучастником тех событий, которые после этого происходят. Вы, пожалуйста, запомните, что отстраняясь от участия, вы не делаете полезное дело. Вы, наоборот, вредите. Вы вредите не только себе. Вы вредите тем, кто рядом с вами. Вы вредите тем, кто хочет изменить ситуацию лучше. Да, мы с вами согласны и поддерживаем вашу точку зрения, что на сегодняшний день мы остались с вами без права выбора. Это не так все считают, но мы все-таки считаем, что нас оставили без права выбора. Нам не дали возможность выбора из тех людей или из тех партий, избирательных объединений, которых бы мы хотели отдать свой голос. Нас оставили без права того, чтобы мы поставили в графе против всех, которые нет. Нас оставили сейчас перед размышлением и раздумием, что мы должны делать. Мы не хотим идти голосовать, но надо идти. Что нам делать с бюллетенью, если там нету графы против всех? Вы идите, идите, читайте, отдайте свой голос, кому считаете нужным. Если вы считаете, что действительно некому отдать свой голос. Если вы считаете, что графы против всех нет, она вам нужна. Но сделайте тоже так красиво. Не львите бюллетень, не забирайте ее с собой, не пачкайте ее. Ну, вычеркните. Только не залазите и не нарушайте квадратики. Мы обращаемся к вам еще с таким вопросом, что мы знаем, и как вы все, и как мы все. Как развивать город. Как строить, как поднять здравоохранение. Но ведь не секрет, что сегодня здравоохранение в Севастополе на низком уровне. Севастополь сегодня занимает первое место по смертности. Но опять же, мы не будем обсуждать эти вопросы. Мы хотим выразить свое мнение о том, что в 2014 году, когда были выборы в законодательное собрание города Севастополя первого созыва, команда Чалова обещала нам 24 шага по развитию города. И более того, они изначально говорили, что в законодательном собрании Севастополя не должны находиться бывшие депутаты. Сегодня мы поддерживаем эту инициативу Алексея Михайловича Чалова и команду Единой России о том, что в законодательном собрании второго созыва не должно находиться депутатов, которые были в первом созыве, тем более, что среди них очень много, которые так до сих пор не поняли, что они там должны были делать. Мы поддерживаем инициативу Алексея Михайловича Чалова в том, что город надо развивать. Но мы хотим его уже развивать и считаем, что мы правильно думаем, без его участия, без участия его команды. Мы считаем, что Единая Россия использовала свой шанс, 5 лет находясь у власти, узор пивов ее. За 5 лет у нас уже третий губернатор, и это все под эгидой Единой России. Единая Россия брала на себя ответственность, когда принимала законы выбора губернатора. Единая Россия, вы не забывайте, кто ее председатель Медведев Дмитрий Анатольевич, председатель правительства Российской Федерации. Мы вас просим учесть эти моменты и сделать правильный вывод. Мы считаем, что Единая Россия уже использовала все свои шансы, чтобы стоять у руля и руководить городом. Более того, вся проблема и вся ситуация, интриги, все, что сегодня происходит в Севастополе, даже не сегодня, а на протяжении 5 лет, это именно все происходит по инициативе Единой России. Мы не виноваты в том, что у них там идут интриги. Мы не виноваты в том, что законодательное собрание не может найти общий язык с правительством Севастополя. Мы убеждены и считаем, что в правительстве Севастополя должны быть севастопольцы. Мы убеждены и считаем, что в законодательном собрании должны быть тоже севастопольцы, профессионалы, люди, которые болеют за город, переживают за город, потому что для нас, для всех Севастополь – это наш дом, наш город, наша Родина. И мы никому его беду не дадим, ни свой дом, ни свой город, ни нашу Родину. Мы считаем, что Единая Россия не может сегодня участвовать в выборах в законодательное собрание, потому что у них там много приезжих, варягов, как мы говорим. Люди, которые не проявили себя, не заявили о себе. Мы считаем, что это неуважение именно к нам, к Севастопольцам. Нет здесь сепаратизма никакого, как обычно это принято говорить. Значит, мы считаем, что Государственная Дума, где сегодня подавляющее большинство – это Единая Россия, принимает законы, которые не соответствуют сегодняшним требованиям народа. Общество должно развиваться на 21 век. Чем больше будет принятие правильных законов, тем лучше будет развиваться город. Городу нужен экономический рывок. Городу нужно, чтобы молодежь не уезжала из города, была обеспечена рабочими местами и достойной жизнью. Приходите на выборы, голосуйте, отдайте свой голос, не сидите дома. Мы хотим еще обратиться к военнослужащим, срочной службе контрактников. Ребята, вы не забывайте, что вы здесь в гостях в Севастополе. Вы сюда приехали на год защищать Родину, как и мы в свое время отдавали долг перед Родиной. Вы не забывайте о том, что там, где вы живете, ситуация складывается таким же образом. Мы просим вас не мешать нам строить свой город, поднимать город, развивать город. Создавать лучшую жизнь для своих детей, внуков, для своих стариков, которые достойны уважения на старости лет. Достойны того, чтобы их не унижали и достойны того, чтобы они не ходили, не просили, не клянчили на хлеб и на продукты питания. Или думали и ломали голову, не брать деньги на оплату коммунальных услуг. Мы к вам, военнослужащие, обращаемся. Что вы имеете право голосовать, никто это не оспарит. Но голосуйте за такие вопросы, которые касаются глобальной. Это депутатов Госдумы, президента России, другие вопросы. Что касается Севастополя, позвольте нам этот вопрос решать самим. В лучшем случае, что вы можете сделать, это проголосовать против всех. Опять же, мы не призываем, мы высказываем свою точку зрения, потому что мы считаем, что я не имею права, он не имеет права, мы не имеем права. Мы не имеем права вмешиваться в те регионы, где вы живете. Мы не имеем права там решать, кто у вас будет губернатором или депутатом. Поэтому перед тем, как вас поведут на выборы, вы все-таки подумайте, что вы делаете, кому вы вредите. Давайте научимся вместе с вами любую ситуацию переводить из минусов в плюс. Даже если, не волнуйтесь, даже если выборы пройдут не так, как вам хотелось бы, они именно, может, так и пройдут. Поэтому будем бороться. Я знаю мнение многих общественников в городе и мнение партийцев. Будем бороться, будем исправлять эту ситуацию. Я думаю, что следующему ЗАГСобранию им больше достанется даже, чем первому. Потому что мы уже знаем, общественники города и партии, знаем уже, что должно быть и как должно быть. И нас уже не обкрутишь вокруг пальца, как это было в 2014 году, на волне эйфории. И тогда, когда люди вошли в Россию и думали, что все, вот мы уже дома, вот все, уже ничего не надо делать. Делать надо, голосовать надо, и будем делать и побеждать. Севастополь, услышьте нас, пожалуйста. Севастополь наш дом, наш город и наша родина. И мы должны его отстоять. И именно мы только, мы с вами можем этот город поднять с колен, поднять его на ноги и дать ему большой виток развития вперед. Нам нужен толчок вперед. Но пока на сегодняшний день единая Россия в власти, пока технократы, пока варяги, как мы говорим, приезжие, мы ничего с вами не сделаем. Вы великолепно понимаете, что на сегодняшний день в Севастополе кризис власти, политический кризис. И еще, как выяснилось, кризис избирательной системы. Еще раз, региональное отделение политической партии ветеранов России просит вас, севастопольцы, граждан России, граждан Союза Советских Социалистических Республик, не игнорируйте эти выборы. Да, у вас есть, как и у нас у всех, много причин этого сделать. Идите, отдайте свой голос и воспользуйтесь. Продолжение следует...